Нередко люди сдают или снимают квартиры самостоятельно, без помощи агентства, а значит и без оформления каких-либо документов по устной договоренности. Однако такое положение вещей в корне неверно и ведет к неприятным последствиям брещания, как оказалось в этом вопросе подкованным. Наверное, надо в налоговую сначала обратиться, заключить договор. Нет, я не знаю, и сдавать не хочу. Если я решу сдавать квартиру, значит мне зарегистрироваться в агентстве. Где по сдаче квартиры? Так? И платить налог? Не знаю, никогда не задумывалась. Не знаю. Ну, надо узнавать, конечно, как это оформлять правильно, чтобы был договор какой-то на руках, чтобы не сдать просто каким-то мошенникам, которые потом исчезнут. Заключать договор найма следует. Он позволит обезопасить наймодателя от многих возможных неприятностей. Прежде всего, от объяснений в налоговой инспекции. Ведь сдача квартиры в наем возлагает на собственника обязанность по уплате налога. Итак, каким должен быть алгоритм действий, если вы решили взять квартирантов? Для того, чтобы сдать квартиру на длительный период, вам необходимо Первое. Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения. Второе. Зарегистрировать данный договор в местном исполнительном и распорядительном органе. Третье. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах. Ставка подоходного налога в городе Бресте составляет 29 рублей за каждую сдаваемую комнату. Ставка подоходного налога за каждую сдаваемую комнату по городу Бресту составляет 29 рублей. Таковы решения Брестского областного совета депутатов. Сумма не так уже велика. Но есть ли льготы? И кто входит в эту категорию? Есть, отвечают налоговые инспекции. Цель года в виде полного освобождения от уплаты подоходного налога предоставляется тем наимодателям, которые сдают квартиру молодым специалистам, выпускникам дневной формы обучения и направленным на работу по распределению. Но есть и другой вопрос. Как следует уплачивать подоходный налог? Уплата подоходного налога может производиться следующим образом. За весь календарный год сразу или помесячно. Не позднее первого числа месяца, за который производится уплата. Также следует обратить внимание, если сумма дохода, полученного в 2018 году от сдачи квартиры в наем, превысит 6116 рублей, вам необходимо до 1 марта 2019 года представить в налоговый орган декларацию по подоходному налогу. И не позднее, 15 мая 2019 года, уплатить подоходный налог по ставке 13%. На учете в инспекции по налогам и сборам Московского района Бреста находится свыше 2500 человек, которые уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. И эта сумма в текущем году составила 300 тысяч рублей. Но, к сожалению, факты уклонения тоже есть. При выявлении подобных нарушений следует административная ответственность в виде наложения штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога, но не менее пяти базовых величин. Кроме того, за весь период сдачи жилья в наем, человеку предъявляется к уплате налог и пеня. Как поступить и что делать? На этот философский вопрос ответьте сами. Продолжение следует...